Всем привет! Рад приветствовать на канале BadPolygon. И в этом видео Josh Powers is Quixel подробно познакомит вас с функциями трёхмерного текстурирования в Mixer, продемонстрировав процесс текстурирования сетов Megascans от начала до конца. Ссылку на оригинальный плейлист на английском языке, а также на свои контакты в соцсетях я оставлю в описании этого видео. Итак, перейдём к уроку. Привет всем, это Josh Powers Quixel, и в сегодняшнем видео я хотел бы показать вам, как мы можем ретекстурировать большинство ассетов Megascans с помощью всего одного смарт-материала. Итак, приступим. Окей, теперь, когда мы в Mixer, можем приступать, загрузив 3D-модель из библиотеки Megascans. Итак, чтобы сделать это, я просто перейду на вкладку Setup, а затем изменю тип Splane на 3D Asset. И это загрузит все 3D-ассеты из библиотеки Megascans, которые я скачал локально. Для этого урока я выберу это римское надгробие, вот отсюда. Окей, теперь ассет загружен, и я готов начать текстурирование. Итак, чтобы делать это, я вернусь на вкладку Layers и затем кликну на этот значок, Add Surface Layer. Вобьём Concrete в строке поиска, а затем выберем Concrete Smooth для своего первого слоя. Хорошо, не будем вносить большие изменения на поверхности. Я хочу дать ему имя, значение и размещение я ставлю в покое. Однако я собираюсь придать Albedo более коричневатый оттенок, введя 16-ричное значение, которое я записал ранее. Вот и всё, что касается базового слоя. Итак, убедимся, что слой выбран. Затем зажимаем Ctrl D и создаём копию слоя. Я присвою ему имя. И затем, первое, что я хочу сделать, это увеличить значение Albedo для некоторого окрашивания. Я не хочу, чтобы это было слишком подавляющим, поэтому я немного уменьшу Opacity, чтобы эффект был довольно тонким. Далее я изменю угол в Box Projection, чтобы детали текстуры немного смещались относительно нижнего базового слоя. Хорошо, теперь нам нужна маска, чтобы не просвечивать весь слой. Итак, спустимся вниз и кликнем на значок Mask Stack. И первый компонент, который я добавлю, это будет Perlin Noise. Если я нажму 9 на клавиатуре, я могу перейти в режим просмотра маски. И пока я настраиваю ползунок Seed, вы можете видеть, что он просто выдаёт мне случайные значения для этого конкретного шума. Я просто установлю его на 37. А для Amplitude, чем выше значение, тем больше мы видим, что более тёмные оттенки серого переходят в чёрный, а более светлые значения в белый. Так что это похоже на игру с контрастом. Я собираюсь довести это значение до 10, чтобы получить действительно сильный контраст для этого нойза. И теперь частота. Как и звучит, означает, что чем выше я устанавливаю это число, тем меньше выглядит паттерн. И чем ниже я его настраиваю, тем крупнее становится узор. Здесь я также установлю значение примерно на 10. Увеличение параметра Octaves уберёт градиент этого шума и начнёт добавлять более грубоватые переходы, чтобы не было чего-то гладкого, как это. Так что увеличив его, будет казаться немного более шумным и естественным, а не процедурным. Окей, Lagunarity и Persistence я трогать не буду. Затем идём в Modifier и добавим модификатор Projection. И если я переключу тут Styling на Box Projection, я могу схватить эту ручку и повернуть её, и это изменит угол проекции нашей карты. Итак, я поверну её примерно на 168 градусов, а затем я также отрегулирую наклон Box Projection для дальнейшей точной настройки результатов. Мы можем использовать ползунок Radius, чтобы настроить резкость наложения между разными углами проекции. Итак, я немного уменьшу это, чтобы улучшить результаты. И ещё немного убавим значение High Influence. И в нашем случае Scale я ставлю равным единице. Если я вернусь в режим PBR, мы увидим действительно очень тонкий эффект. И прямо здесь вы можете увидеть, что есть некоторые более тёмные и более яркие значения. И если я включаю и выключаю слой, вы можете увидеть, что он делает. И да, это действительно тонкий эффект, но тонкость – ключ к созданию правдоподобных текстов. Так что подобный эффект будет иметь большое значение. Ладно, теперь я хочу добавить несколько небольших пятен выветривания, грязи и тому подобное. Для этого я собираюсь добавить новый слой поверхности и использовать здесь поверхность Concrete Floor. После присвоения имени я ввожу 16-ти ричное значение, чтобы изменить альбедо на более светлый и желтоватый оттенок. А затем я хочу чуть-чуть понизить Raptor Underlink, и я объясню, почему я это сделал через несколько минут. Кроме того, единственное, что мне нужно сделать для этого слоя – это немного уменьшить масштаб текстуры. Вот и всё. И теперь я готов к Mask Stack. Итак, я нажимаю на этот значок Mask Stack, и я начну с компонента Map. Компонент Map позволяет нам либо использовать созданное нами собственное изображение маски, либо использовать одну из поверхностей Megascans. Я могу выбрать Layer Map, что позволяет нам использовать один из поверхностных слоёв, уже загруженных в сцену. Или же я могу выбрать Library Asset, а затем выбрать поверхность из моей локальной библиотеки. Для этой маски я собираюсь выбрать Library Asset, а затем вобью Pebbles в строку поиска и выберу поверхность Beach Pebbles. И теперь, если я нажму 9 и снова вернусь к просмотру маски, вы увидите, что поскольку он использует карту AO поверхности в настоящее время, карта AO поверхности действует как моя маска. И я могу инвертировать её и поиграть с диапазоном, чтобы получить разные результаты, что действительно эффективно. В данном случае я не буду использовать AO. И вместо этого я изменю это на текстуру Displacement. Теперь вы можете видеть, что текстура Displacement используется в качестве моей маски. Так я собираюсь поиграть с некоторыми настройками, чтобы ещё немного подправить результаты. Я собираюсь немного поднять нижний ползунок диапазона до 0,6 или около того. А потом я просто потащу верхний немного вниз. И, как вы можете видеть, более тёмно-серые камешки опустились ниже до черноты, а более яркие значения приблизились к белому. Это придаёт маске более редкий и случайный вид, чего я и добиваюсь. Теперь детали маски слишком велики, поэтому я собираюсь добавить модификатор Projection и снова выберу Box Projection. Эти настройки оставлю как есть. А здесь я собираюсь немного снизить радиус и High Influence. Я собираюсь снизить до 0. Что касается Scale, я хочу немного поднять его. Хорошо, а теперь я добавлю ещё один Noise, но на этот раз это будет Warlay 2. Опять же, я поиграю в Seed, Amplitude и Frequency, чтобы найти то, что меня устраивает. И вскоре вы заметите, что у нас действительно классная клеточная текстура. Но по мере того, как я начинаю настраивать Octaves, Select Narrative, Persistence, шум действительно начинает приобретать другой вид, становясь всё менее-менее процедурным. Закончив с этим, я инвертирую результат, а затем умножу компонент, что даст мне действительно крутой вид маски, которая полностью переориентировала исходную маску из гальки, с которой я начал. Итак, если я переключу слой, вы действительно сможете увидеть, как он влияет на слои ниже. Окей, я добавлю Gradient Remap и первое, что я собираюсь сделать, это опустить Repeat до 0, а затем отрегулировать ползунки Range, которые действуют так, как будто я регулирую уровни. Немного отрегулировав ползунки, я также немного опущу Curve, чтобы ещё детальнее настроить маску. Далее я собираюсь добавить компонент Normal, а компонент Normal действует во многом как Position Gradient, но при этом учитываются мировые нормали, чтобы определить, как маска фоловится. И для этого слоя я ставлю Angle равным нулю, но подтяну наклон к центру, чтобы он шёл полностью сверху. А затем я отрегулирую Range, что, опять же, как и с уровнями, чтобы я мог действительно сузить Transition. После этого я установлю наложение на Multiply, что ограничит большую часть маски нормальными, обращёнными вверх. Однако я не хочу, чтобы это было так всецело, поэтому я уменьшу Opacity компонента, чтобы мы вернули некоторые из этих деталей в другие части модели. Теперь я добавлю ещё один Gradient Remap и немного потяну верхний ползунок Range. Затем я увеличу число повторений до двух и установлю наложение на Overlay, чтобы смягчить воздействие модификатора. Затем, наконец, я добавлю ещё один Perlin Noise и быстро настрою его, как мне нравится. В остальном все настройки в порядке. Далее, теперь я собираюсь изменить смешивание на Distort. Distort фактически использует эффект компонента для искажения остальной части маски, что действительно очень эффективно. Но, как видите, переборщить довольно легко, поэтому Distort Intensity лучше держать довольно низким. Так я собираюсь установить его примерно на 0.3. Я нажму единицу, вернусь в режим PBR и вы увидите, что у нас есть несколько хороших крупных деталей в стиле Grunge, которые мы добавили по всему материалу, и это улучшит внешний вид материала для выветривания и разрушения. Теперь, если я вернусь к настройкам поверхности и перейду к Wrap to Underlink, то, чем больше я уменьшаю этот параметр, тем сильнее он выдавливается. Если я перейду в режим нормалей, то вы увидите, что по мере того, как я изменяю этот ползунок, он становится менее зависимым от лежащих в основе нормалей, и в результате он намного резче и естественнее. Во многих случаях вы не захотите полагаться на лежащий в основе нормалей, но для этого фрагмента я просто хотел немного сместить его, чтобы мы получили небольшую дополнительную неровность, но он все еще полагается почти исключительно на нормале внизу. Окей, теперь, когда мы закончили здесь, мы готовы перейти ко мху. Что касается мха, я собираюсь сделать здесь кое-что нетрадиционное, и вместо того, чтобы использовать один из множества вариантов мха, которые есть в библиотеке Megascans, я хочу показать вам, как мы можем быстро обойтись без сканов, не прибегая к ним. Итак, начнем с добавления нового поверхностного слоя, и я собираюсь поискать гипсовый материал. Выберем вот эту гипсовую стену отсюда. Я назову слой Scattered Moss, и затем первое, что я сделаю, это изменю значение альбедо на что-нибудь более мшистое. Здесь вверху я могу изменить то, как слой будет сливаться. Обычно это маска непрозрачности, но если я изменю его так, чтобы он был сверху, вы увидите, что слой плавно сливается, как будто он исходит извне модели. Однако если я изменю его на From Below, мы увидим, что он исходит больше изнутри, и в нашем случае я указал Below. Затем я увеличу значение настолько, чтобы получить полное представление о модели. И опять же, применив Overup to Underlink, я немного отодвинул ползунок, чтобы придать ему легкость после применения маски. Я также снова скорректирую масштаб текстуры, чтобы у нас были четкие детали. И затем, наконец, я перейду к каналу смещения слоя и раскрою его, чтобы немного снизить силу смещения. Таким образом, когда мы настроим маску, для него края не будут слишком выраженными, потому что смещение для этой конкретной поверхности довольно интенсивное. Так что иметь такой контроль над сканируемыми поверхностями действительно здорово. Со свойствами поверхности все хорошо, я готов добавить стек масок. Итак, я продолжу и снова добавлю компонент Map. Только вместо использования опции Library Asset, я собираюсь выбрать Layer Map. По умолчанию выбирается слой, на котором вы уже находитесь, но я все равно хочу использовать этот слой. Итак, я продолжу и оставлю это в покое. И я также оставлю его на текстуре Albedo. Я вернусь в режим маски и немного настрою ползунки Range. Я поднесу два ползунка довольно близко друг к другу, что даст мне действительно классную базовую маску, с которой можно начать работать, которая уже ощущается как разрастание мха. Я добавлю модификатор Gaussian Blur поверх и уменьшу силу, чтобы мы могли получить лишь небольшие размытия на этих краях. Теперь я могу использовать Gradient Remap для дальнейшего улучшения маски. Я немного поиграю с Range, а затем установлю Repeat на 2. И когда я это сделаю, вы увидите, что у нас есть действительно крутое бордюрное кольцо вокруг большей части маски. И если я вернусь в PBR, вы увидите, что мы уже получаем здесь действительно крутые, более резкие, покрытые мхом обрывы. Итак, добавив этот дополнительный Repeat, мы получим действительно хороший эффект. Теперь, что касается Curve, я собираюсь немного поднять его. Впрочем, ничего особенного. Затем, если я установлю это на Overlay и немного уменьшу непрозрачность, я думаю, что достигну довольно хорошего баланса с ярко выраженной границей вокруг мха. Тем не менее, это все еще кажется довольно естественным. Опять же, я смог сделать это, используя поверхность, которая никогда не предназначалась для использования в качестве мха. Это действительно отличный способ перепрофилировать данные сканирования из библиотеки Megascans. Окей, теперь мы готовы к следующему слою, но вместо того, чтобы использовать Surface Layer, на этот раз я собираюсь использовать Solid слой. Я назову этот слой обесцвечивание, а затем придам цвет альбедо где-то более зеленовато-желтого. Затем я собираюсь немного уменьшить Opacity, чтобы некоторые из нежлежащих слоев начали просвечивать. Окей, теперь я добавлю Mask Stack и начну с компонента Normal. Как и раньше, я собираюсь убедиться, что это исходит сверху, а потом я очень плотно соединю ползунки Range. Итак, если я вернусь в режим маски, вы увидите, что у меня здесь очень резкий край. Итак, я хочу немного смягчить его, и я собираюсь сделать это с помощью другого гауссовского размытия. Выставим силу на очень низком уровне. Просто немного, чтобы граница не была острой, как бритва. Я хочу добавить еще один Perlin Noise, а потом, как и раньше, я изменю различные настройки, пока не увижу, что меня это устраивает. Далее я установлю режим наложения на Multiply. Однако я не хочу, чтобы маска стала полностью черной, чтобы полностью удалить слой, поэтому я уменьшу значение Opacity, чтобы оно действовало больше, как изменение некоторых значений в слое, а не как его полное удаление. Теперь у нас есть некоторый разрыв значений в слое, но в целом обращенные вверх грани имеют зеленый оттенок, чтобы еще больше передать мшистые наросты на могильном камне. Окей, теперь я хочу добавить еще больше слоев мха и грязи, поэтому я собираюсь добавить сюда еще один слой Solid и назову его Moss Overlay. Я также придам этому слою зеленоватый оттенок для значения альбедо, а затем уменьшу непрозрачность примерно до 0.6, чтобы, опять же, он не казался слишком подавляющим. Затем я создам Mask Stack и первым делом я добавлю Position Gradient. Вернемся в режим просмотра маски, чтобы лучше понять, что происходит, и убедимся, что наклон установлен на 0 градусов. Теперь я хочу, чтобы этот эффект шел снизу. Для этого я могу изменить настройку на Below, или я могу оставить его на Above, а затем просто инвертировать результат. Это то же самое. Теперь я собираюсь добавить еще один Noise Warlay 2, и, как и раньше, я собираюсь поиграть с Seed, Amplitude Frequency и так далее, чтобы получить желаемый результат. А затем я просто инвертирую результат и установлю режим наложения на Add, и теперь он добавлен поверх нижнего Position Gradient. Итак, если мы вернемся к PBR, вы увидите, что у нас не только есть несколько красивых пятен зеленого цвета по всей модели, но также есть приятный тонкий зеленый цвет, исходящий снизу, чтобы придать ей более состаренный и потрепанный вид. Окей, это выглядит довольно круто. Теперь я просто хочу добавить несколько последних штрихов. И первое, что я собираюсь сделать, это добавить еще один слой Solid и назвать его Edge Highlights. И вместо изменений цвета Albedo или чего-то подобного, я собираюсь изменить режим наложения Albedo с Normal на Add. И очевидно, что это слишком интенсивно, поэтому я уменьшу Opacity до 0.35. Итак, теперь мы перейдем к Mask Stack и просто добавим компонент Curvator. И если я нажму 9, вы увидите, что делает компонент Curvator. Когда я немного поиграю с настройками Level, я получу несколько приятных бликов по краям модели. А в режиме Render вы увидите, что у меня есть эти красивые, но тонкие блики, проходящие по всей текстуре. Теперь я собираюсь проделать очень похожий процесс для некоторых деталей полости. Я использую слой Solid и назову его Cavities. А затем вместо смешивания Add я буду использовать Multiply. А затем также уменьшу непрозрачность. Я добавлю новый Mask Stack, а затем добавлю компонент Curvator. Но на этот раз я собираюсь изменить Default Curvator на Cavities Only. Теперь, если я перейду в режим маски, вы увидите, что замаскированы только полости. Теперь я немного поиграю с ползунками Level, пока не буду доволен шириной маски. Далее, если я нажму 1 и переключу слой, вы увидите, какое влияние он оказывает на текстуру. И если я нажму 2 и перейду в режим Albedo, вы сможете увидеть результат еще лучше и то, какое влияние оказывает слой. И как мы быстро добавили большую глубину к текстуре с помощью всего лишь одного компонента маски. Так и должно было произойти. Как видите, мы смогли взять 3D-ассет из одного биома и быстро придать ему новый вид, как если бы он был создан для совершенно другого биома. И потребовалось всего несколько слоев и масок. Это простой, но очень надежный процесс, позволяет вам подгонять любую модель к выбранной вами теме. А поскольку эти слои были созданы с помощью процедурных масок, вы можете просто заменить ассет на другой. И получите такие же результаты. Это позволяет вам применить свой собственный микс к любым ресурсам, чтобы вы могли быстро заполнить среду. Или, если хотите, вы даже можете сгруппировать слои и создать смарт-материал, чтобы вы могли быстро применить его к любой имеющейся у вас в сцене микшера, чтобы затем вы могли индивидуально адаптировать настройки для каждой модели вашего текстурирования. Этот процесс быстрый, мощный и, конечно же, удобный для пользователя, что является одним из главных приоритетов микшера. Надеюсь, этот рок был полезным для вас и нам не терпится увидеть ваши работы. Большое спасибо за просмотр и увидимся в следующий раз.